Отлично выглядите, сударня. Спасибо. Вы тоже, сэр. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, мы уже в эфире. Сегодня у нас последняя завершающая встреча нашего цикла чтений стихов польских поэтов для детей из онтологии «Бесконечная дорога». И с нами снова переводчик всех текстов Игорь Белов. Игорь, привет. Добрый вечер, Настя. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Ну что, сегодня у нас по плану снова цикл чтений, снова несколько стихотворений. И затем Игорь ответит на вопросы, которые вы, я надеюсь, подготовили. И напишите внизу в комментариях. Если нет, ничего страшного. Мы просто послушаем тексты и, конечно, некоторые комментарии к стихотворениям, которые Игорь как переводчик, с которыми он сможет с нами поделиться. Так что я предоставляю слово Игорю. Пока что себя отсюда отключаю. И поехали. Ну, добрый вечер еще раз. Да, антология называется «Бесконечная дорога». Но вот сегодняшний этот наш вечер поэтический, он, это последний завершающий вечер этого цикла. Как видим, нет ничего бесконечного. Однако я надеюсь, что все-таки эта работа над переводами польской лирики для детей будет мной как-то продолжена. И мы эту книжку издадим уже в Москве. Не только она будет радовать жителей Польши, но и широкого отечественного читателя тоже порадует. Особенно, конечно же, читателя маленького. Хотя не бывает, я так думаю, читателей маленьких и больших. Читатели все важны, все нужны и все интересны. В особенности поэтам. И вот как раз о читателях, со стихотворения о читателях мне бы хотелось начать наш сегодняшний поэтический вечер. Есть такое стихотворение, которое написал польский поэт, замечательный, живший в середине прошлого века. Звали его Винценты Фабер. И он написал стихотворение «Читательница». Надо сказать, что есть такое выражение на русском языке. Как вы, конечно, знаете, в русском языке есть такое выражение «книжный черх». Это человек, который очень много времени проводит с книгами и постоянно читает. И старается урвать любую возможность, чтобы схватить книжку. В польском выражении тоже есть выражение «моля кченшковая», то есть книжная моль. Но на самом деле не надо обзываться, потому что читать книжки нужно и важно. Другое дело, когда чтение книг превращается в своего рода манию. И вот на таком книжном маньяке, точнее маньячке, и написано это в общем немористическое стихотворение, которое, впрочем, обращает наше внимание на то, что чтение все-таки, даже если оно происходит с явным перебором и забвением всех прочих дел, сам по себе очень полезно и ничего в этом нет плохого. Итак, Винценте Фабер, читательница. Здесь, надо сказать, у героини довольно редкое имя. В Польше оно не редкое, но я, например, не встречал людей с этим именем. Это имя Кинга. Ну, может быть, за исключением современной польской писательницы Кинге Дунин. Есть такой автор. Но вот так не могу сказать, что это имя мне часто в Польше попадалось. Но, тем не менее, оно существует и довольно оно симпатично. Итак, героиню зовут Кинга. И в этом тоже есть какая-то, уже в русском переводе появляется что-ли такое внутренняя рифма. Кинга, книга, что-то в этом какая-то литерация существует. Кинга, ты глотаешь книги, говорят учителя. Неужели подруга наша ест их, словно кренделя? Это значит, что на ужин, на десерт и на обед ест она литературу, как заправский книгоед, заедает текст обложкой, мажет маслом переплет, а без чтения у Кинги сводит голодом живот. Что ж, поскольку при застолье только крепнет аппетит, пусть ходить в библиотеку Кинги мама запретит. И вообще, должно бы вызвать интерес у докторов то, что кто-то смог за вечер слопать пару островов, океан и трех пиратов. Книжный королевский флот. Так она родную Польшу с интересом прожует. Как-то были мы в походе. Там продукты, дефицит. А рюкзак у нашей Кинги был лишь книгами набит. Но в читальный зал не надо ставить грозных часовых, потому что книги рады, если мы глотаем их. Здесь, как видим, обыгрывается еще и выражение «глотать книги», то есть читать их очень быстро и настойчиво, так как будто человек испытывает какой-то действительно серьезный голод. Но, к счастью, если книги глотать, то ничего с ними не произойдет страшного. Они никуда не денутся, не исчезнут, и библиотеки действительно не нужно закрывать, и тем более книжные магазины от слишком настойчивых читателей. Но понятное дело, что дети не только глотают книги, но и занимаются различными другими активными видами творчества. Например, лепят какие-то фигурки из пластилина. И вот, например, стихотворение замечательной польской поэтессы, которая жила тоже в середине прошлого века. Писала тоже стихи для взрослых, но и для детей тоже у нее есть довольно много стихотворений. Звали ее Анна Каменская. И однажды она писала такое стихотворение, которое называется «Пластилин». Поначалу, как причина всех причин, появился в нашем доме пластилин. Он лежал себе в коробке, только вот чьи-то ручки его взяли в оборот. И давай лепить животных небывалых и людей, причем в количествах немалых. Ближе к вечеру, ну что за чертовчина, все в квартире стало вдруг из пластилина. Пластилиновыми стали стены каменные, кресло, зеркало, буфет и платье мамины. Не дозваться горе скульптора на ужин. Залепил он пластилином свои уши. Вот что бывает, если слишком много лепить из пластилина. Так что, как видим, во всем и в чтении книг, и в изготовлении каких-то поделок нужно соблюдать, конечно же, необходимую меру. Ну и следующий поэт – это наш старый знакомый. Его мы уже читали, но не грех почитать другие его стихи, в частности, стихотворение, которое называется «На прилавке». А наш знакомый – это замечательный великий польский поэт, автор книжки «Академия пана Кляксы» Ян Бжехова, который одно время писал, кстати говоря, это интересная деталь, под псевдонимом Шершень. Очень такой польский псевдоним, учитывая обилие шипящих звуков в польском языке. И вот в этом стихотворении на прилавке изображается рынок овощной, где, поскольку Бжехов был настоящим волшебником и умел наделять молчащие предметы даром речи, где происходит забавный диалог между овощами и фруктами. И поскольку они лежат все вот на одном прилавке, естественно, им на этом прилавке очень тесно, они всячески ругаются между собой. И вот этот забавный диалог он замечательно воспроизвел, придумал. Переводить это стихотворение было довольно сложно, потому что, естественно, в польском языке немножко иначе называются овощи и фрукты, и поэтому приходилось изобретать новые рифмы, новые какие-то ходы придумывать, и, например, заменять некоторые овощи их родственниками. Но, тем не менее, получилось вот так. Ян Бжехова на прилавке. На прилавке в день базарный слышен разговор пристранный. «Пан Шпинат», — сказала Мята, — «что-то нынче вы помятый». «Это у меня мигрень, я лежу здесь третий день». «Он не свежий, вот у Мора», — грянул хохот Помидора. «К репке так и льнет укроп. Как ты, репка? Все тип-топ? Все в порядке, — мол, — витрепка. Сплю, по крайней мере, крепко. Вот с петрушкой плохо дело. Снова на диету села. Мир жесток, вздохнул чеснок. Сохшись от любовных мук, К свекле сватается лук. На его прямой вопрос затыкает свекла нос. Не сочтите за обиду, Сам уж я за вас не выйду. Кто бы ни связался с вами, Плачет горькими слезами». Мир жесток, вздохнул чеснок. Громко возмутилась брокколи. «Вас тут, милая, немного ли?» «Не подвинуться изволь», — отвечает ей фасоль. «Гляньте, снова потасовка, Разрумянилась морковка. Пусть рассудит нас капуста. Да у ней мозгов не густо. А капуста? Что за кипиш? Всех нас ждет печальный финиш. Станем мы кастрюлей супа. Так что спорить просто глупо. Мир жесток, вздохнул чеснок». Еще один польский поэт, очень хороший, очень интересный, очень важный для нас, которого я сейчас почитаю, это великолепный, загадочный, непредсказуемый совершенно Константы Эльдефонс Галчинский. Человек, вся жизнь которого была связана с розыгрышами. Он постоянно кого-то разыгрывал, подшучивал, изобретал различные какие-то странные ситуации. Например, известно, что как-то он пришел в гости к приятелю и привез с собой случайно встреченного на улице забулдыгу. И сидя у приятеля в гостях, целый вечер выдавал этого мужчину за своего отца. Вот такие он любил шутки. И он, вот поскольку мы сейчас только что читали стихотворение про овощи, вот снова стихотворение из мира овощей. Константы Эльдефонс Галчинский «Почему огурец не поет?» Ну, в самом деле, вопрос действительно сложный. И сейчас мы попытаемся при помощи Галчинского на этот вопрос ответить. «Почему огурец не поет?» Вопрос, безусловно, смелый. «А значит, любой малец хотел бы понять, в чем дело? Почему не поет огурец? Отчего не затянет песню? Видно, таков закон. Молчит огурец, хоть тресни, петь не умеет он. А если запить он хочет, как птица, не мимо нот, и лежа в дубовой бочке, зеленые слезы льет, то лето мелькнет, то осень. Вот святки, в конце концов. А нам безразличны вовсе страдания огурцов». Еще одно стихотворение Галчинского. Оно, ну, может быть, не совсем по сезону, потому что оно очень зимнее. Но, с другой стороны, когда на улице такая жара, когда все вот обливаются потом, на улице плавится асфальт, ярко светит солнце, почему бы не помечтать в такую жару о зиме, о снеге. Ну, а где зима и снег, там, понятное дело, новогодние елки. Но кто же, собственно говоря, придумал эти самые елки, придумал эти елки наряжать? И вот Галчинский отвечает на этот вопрос очень определенно. Сейчас мы узнаем, кто же их действительно придумал. Потому что когда-то было время, ну, когда никаких елок не было и в помине. Ну, вот они появились. Каким же образом? Сейчас мы узнаем. Дорогие ребята, вы представьте, когда-то вовсе не было елок на свете. Горько плакали белка, кабан и олень. Загрустившему дятлу стучать стал олень. И в слезах просыпались медведи. Времена эти мрачные всем надоели. Что же это за жизнь в самом деле? Новый год и без елки? Зарыдают и волки. Оттого всякий раз в декабре приходилось шуметь детворе. Нам нужны новогодние елки. Как об стенку горох были эти слова. Но однажды, подумав, сказала сова, больше так продолжаться не может. Я устрою скандал на страницах газет, потому что ведь елок как нет, так и нет. Что мы скажем потом молодежи? И действительно, сколько же можно ей-ей отмечать Рождество без гирлянт и огней, чтоб темно было всюду, как в бочке. А без елок наш мир ни красив и суров, ни сиянье, ни блеска, ни ярких шаров, ни единой светящейся точки. Но в избушке, на ножках совиных, в глуши, среди книжек по зову свободной души, жил один человек необычный. Он вскочил и воскликнул. Спокойно, друзья, против скуки лекарства придумаю я и спасу этот мир горемычный. Написал пару строк и уже тут, как тут, из сугробов высокие ели растут, зеленее не хуже, чем летом, потому что поэт по природе таков. Он мечты исполняет при помощи слов. Человек тот как раз был поэтом. Это он научил, как подарки дарить, как испуговиц гному глаза смастерить, превратить потолок в звездный купол, как кораблики делать из старых газет. А поскольку он был настоящий поэт, то колядки он тоже придумал. В суматохе морозных декабрьских дней он открыл для нас чудо бенгальских огней. Золотая, скажу вам, идея. Разноцветные свечи принес каждый дом и теперь наши окна лучатся теплом и блестят, как очки чародея. Ну, теперь-то вы знаете, что за герой взял да выдумал елки однажды зимой. Не забудьте, ребята, об этом. Повторите-ка хором. Их выдумал тот, кто в избушке на ножках савинов живет и кого называют поэтом. Ты на праздник в открытке ему напиши, как весь год вспоминают о нем малыши, как он нужен животным и людям. Напиши и подумай с улыбкой о нем. Да и мы телеграмму поэту пошлем, потому что мы все его любим. Ну и в продолжении этой зимней темы еще два стихотворения тоже на тему холодов и не мороза, который написал Ежи Фицовский. Поэт, тоже писавший и для взрослых и много занимавшись какими-то очень пограничными исследованиями в литературе. Он, например, был популяризатором цыганской поэзии, которую он переводил на польский язык. Это тоже был очень интересный по тем временам это вот 60-е годы прошлого века. Интересный очень опыт и вот его замечательное умение играть со звуками, устраивать такую словесную эквилибристику, конечно же, ему очень помогало и в сочинении стихов для детей. И вот, например, такое стихотворение небольшое, которое называется «Иней», где происходит диалог о том, как, собственно говоря, этот иний вообще берется. Диалог, как можно понять ребенка и взрослого. «Как сделалось красиво во дворе! На каждом дереве наряд из кружев, сухие листья в белом серебре. Гляди-ка, иней, провозвестник стужи. Откуда этот иней взялся вдруг? Элементарно, ночью, черно-синий, мороз ударил, и уже к утру туман молочный превратился в иней. Покрыл он лужи, изгородь, фонтан, асфальт, узкие, скамейки возле школы. Я понял, иней, он и есть туман, но только не простой, а порошковый». Вот такой туман, туман в порошке, как сухое молоко, пример. Есть молоко жидкое, обычное, есть молоко в порошке. Вот видимо и с инием получается примерно то же самое. Туман загустевает, конденсируется и получается что-то похожее на такой вот твердый туман. И еще одно стихотворение Ежи Фицовского, которое называется «Из-за мороза». Здесь он замечательно совершенно имитирует речь человека, у которого наспорт. И когда я переводил это стихотворение, мне чтобы как-то подстроиться под этот звучание, приходилось надевать на нос прищепку и смотреть, как эти слова произносятся. Как можно написать стихотворение, которое как бы написано на лица человека с доложенным носом. Вот, пожалуйста, что получается. Ты морозы любишь? Вот уж дед! Я, борозы, дедовижу просто. От бороза людям только вред. Щиплет доз, его не спрячут. Кто-то? Уши цвета черепичных крыш. До лица забершим стыдут слезы. А чего так странно говоришь? Таспорк убедя, из-за бороза. Ну, вот так. И следующий автор это Владислав Броневский. Ну, этот поэт точно не нуждается в представлениях особых, потому что его очень хорошо знают и любят уже многие поколения польских читателей и любителей поэзии. Он, конечно же, в первую очередь известен как очень тонкий, мелодичный, задушевный лирик, который состоялся как поэт еще до войны. Во время войны у него была очень сложная судьба, потому что он был арестован во Львове, когда туда пришла в 1935 году Красная Армия и провел какое-то время на Лубянке. Потом вступил в армию Андерса, которая была сформирована на территории Советского Союза и оказался с армии Андерса в Иране. Ну, в общем, его жизнь во время войны была полна странствий и довольно опасных приключений. Но он благополучно уцелел, вернулся после войны в Польшу и стал довольно известным известным поэтом и, конечно, известен он и по сей день и довольно популярен. Существует огромное количество песен на его стихи, потому что лирика Броневска очень мелодична и она отлично ложится на музыку. Но и детские стихи у него тоже есть. Вот, например, такое стихотворение, которое называется «Трамвай». Трамвай беззаботен и весел с утра, когда на нем в школу спешит детвора. Потом до полудня скучает трамвай, хандрит, пассажиров ему подавай. Зато уже в два я на улице слышу, как мне он трезвонит. Поехали, сбышек, ты только не прыгай в меня на ходу, не то попадешь ненароком в беду. Динь-динь раздается опять у подъезда с трамваями, тоже дружить интересно. Еще одно стихотворение Владислава Броневского, которое называется «Осенний ветер». Как-то раз осенний ветер прогулялся по планете, он свистел, он грохотал, ветки толстые ломал, рвал кусты и бил посуду, побывал везде и всюду. Возмутился темный лес. Ты зачем сюда полез? Погулял бы лучше что ли ты в ближайшем чистом поле? Ветер пошумел и в путь, не присев передохнуть, рыщет, с лужами скандалит, свищет, изгороди валит. В двери ломится с разлета, тяжела его работа. Наконец, лишившись сил, влез в трубу и как завыл в той трубе, не зная горя, одинокий спал сверчок, но проснулся он и вскоре сочинил такой стишок. Как-то раз осенний ветер прогулялся по планете, он свистел, шумел, дудел и в трубе на радость детям пел он песни, как умел. ну а где осень, которая к счастью еще наступит нескоро, еще перед нами два месяца прекрасного лета, но рано или поздно осень придет и тоже никакой трагедии в этом не будет, потому что у нас появится отличная возможность отправиться в парк и собирать там каштаны. и вот как раз в сборе каштанов написано стихотворение замечательной польской поэтессы Эвы Шельбург-Зарембине, которая так и называется «Каштаны». Ты надень пальто, сыночек, и готовь в карманы. Мы с тобой в парк пойдем собирать каштаны. Там они, сорвавшись с веток, на траве лежат, так похоже на зеленых маленьких ежат. Кто их больше соберет? Кто, мой милый мальчик, сможет отыскать каштан, крупный словно мячик? Что получится из них? Овцы или кони? У кого из нас грязней окажутся ладони? Кто умоет руки чище, как призем домой? Кто кого быстрее обнимет? Ненаглядный мой. Еще один поэт, которого мы уже вместе с вами читали, в прошлый раз, но еще одно его стихотворение, которое, на мой взгляд, стоит того, чтобы его прочесть. Оно уж больно забавное, необычное. И это великий польский поэт, великий польский лирик Юлиан Тувин. Я уже читал его стихотворение Паровоз, но кроме Паровоза у него есть еще масса других отличных стихов для детей. И в частности стихотворение Слон Хабатовский. Стихотворение про слона по фамилии Хабатовский, у которого была очень плохая память. И он из-за того, что память у него была весьма-весьма некудушная, очень сильно переживал, пытался как-то с этим справиться. Но что поделать, память иногда подводит не только людей, но и слонов. Юлиан Тувин. Слон Хабатовский. Жил-был слон, всем слонам эталон. Богдан Хабатовский звали Верзилу. Был этот слон и здоров, и силен, только вот память его подводила. Джунгли с утра сотрицал его топот. Был у слона выдающийся хобот, белые бивни слева и справа, все в лучшем виде, а память дырява. Друзей слонов пригласил он в гости, в карты сыграть, в домино и в кости. Приходят, стучат, открывай же, зема, молчание. Нет Хабатовского дома, забыл и ушел. А в прошлый четверг был он зван крокодилу, на чашку другую воды из Нила. Забыл, не пришел. Есть у слона Хабатовского дети. Двое слонят, самых лучших на свете. Деток своих обожает наш слон, только никак не запомнит имен. Сына проказника звать Белозубиком, папа зовет его Тюбиком-Хлюбиком, а дочку красотку по имени Бася он подзывает сюда, Контрабася. Если при встрече представиться нужно, память бывает и тут непослушна, так что, знакомясь, Богдан Хабатовский всем говорит, я болван Хлебосольский. Тщетно пытался он на досуге имя припомнить законной супруги, и, рассердившись, слониха сказал, сбрендил ты, кажется, мало по малу, иди-ка так доктору, надо поправить эту твою никудышную память. Отправился слон и бродил до заката, вместо врача навестил адвоката, часовщика, ювелира, портного, и всюду утвердил он снова и снова. Я что-то хотел, а вот что, не пойму, напомните, шел я куда и к кому. Так он блуждал, натрудив свои ноги, и к кузнецу заглянул по дороге. Вас подковать, засмеялся кузнец. Тут и опомнился слон наконец, кузнец его осмотрел, послушал, горло проверил, обследовал уши, молотом стукнул в районе хвоста. Вылечу вас, говорит, без труда. На хоботе вам завяжу узелок, докачу вас водичкой разок. И тут же, являя основу такой опыт, узлом завязал хобот. Хобот стрелой полетел хоботовский домой. Жена сразу в крик, что ты сделал с тобой. Это на память? О чем? Где ты был? На память о том, что не знаю, забыл. Ну, как видим, здесь хоботовский наш слон пытался на память завязать узелки. Есть узелок, есть такое испытанное средство. Если хотите что-то о чем-то не забыть, завяжите узелок на память. Но вот все-таки завязывать в узелок нос, наверное, хобот не очень хорошая идея. Ну, и уже ближе к финалу, ближе к финалу у нас великий польский поэт, к сожалению, уже покойный, но который вот ушел из этого мира сравнительно недавно. Он прожил очень долгую жизнь, участвовал в войне, был солдатом армии Краевой, подпольной польской армии. Он был реформатором польского стиха, реформатором польской поэзии. Он сделал ее более свободной, более раскованной. Он вел ее из мира традиционных размеров и ритмов и рифм в мир авангарда, но при этом писал иногда, хотя и редко, и детские стихи. Я говорю о Тадеюше Ружевиче. И вот его стихотворение, которое называется «Волосок поэта». Поэт Это в наши дни раритет. Слушайте голос поэта, Пусть его голос Тонок как волос, Как волосок Джульетты. Коль волосок оборвется тот, Грустная наша планета В пропасть бездонную упадет Или заблудится где-то. Бывает, на волоске одном жизнь повисает. Тише голос поэта стал тем волоском Слышите? Кто-то слышит. Ну и сейчас, как я сегодня у себя на фейсбуке и обещал, небольшой сюрприз. Я прочитаю сейчас стихотворение, которого нет в этой антологии, но которое могло бы там занять в общем-то не самое последнее место. И это стихотворение написала замечательная польская поэтесса, у которой сегодня день рождения. Сегодня исполняется 90, исполнилось бы 97 лет замечательной польской поэтессе лауреату Нобелевской премии по литературе Веславе Шимборской. И это ее стихотворение, оно шуточное и такое детское, хотя и взрослые его тоже любили, в частности им восхищался Иосиф Бродский. Оно ему казалось очень забавным. И здесь Шимборская написала такой детский триллер о том, как вот лирическая героиня сидит у себя в комнате, а в ее комнату, ну, знаете, такое ощущение бывает иногда по вечерам, когда ты сидишь у себя в комнате и тебе кажется, что сейчас в окна и двери начнут ломиться какие-то страшные насекомые животные, всякая чертовщина, черт знает кто. И вот она написала такое стихотворение, такой детский, детский такой триллер, ужастик. Естественно, шуточный, конечно, потому что не надо бояться всех этих существ, они все существуют исключительно в нашем воображении. А упоминаемое в этом стихотворении некое Циня, это, собственно, сама Шимборская, потому что так Веславу Шимборскую в детстве называли в шутку родители, Циня. Итак, в день рождения Веславы Шимборской ее стихотворение для детей о том, какие существа иногда бродят вокруг нашего дома по вечерам. Доброй ночи, моль бормочет, на подушке две лягушки, просто не блепили мушки, комары, жуки и осы, вихрем вьются кровососы, муравьев идут колонны, а за ними скорпионы, крысы, нутрии и мыши громко шастают по крыше, и упырь какой-то чую, ручку дергает дверную. Ума из большого леса, героиня желтой прессы, хочет слопать по кусочкам нашу Циню. Ставим точку, описать, что будет следом, не под силу, и поэтам. Ну вот, а поскольку действительно некоторые вещи даже поэты не могут описать, я на этом заканчиваю наше онлайн-чтение польской поэзии для детей и с удовольствием отвечу на какие-то вопросы, которые, возможно, уже за это время появились. Настя? Я вернулась. Ты вернулась, привет. Привет. Прекрасно. Ну что же, дорогие друзья, Игорь, огромное спасибо, это был прекрасный экскурс. Спасибо тебе, спасибо вам. И в твою, в общем, кухню переводческую, и опять же, в историю польской поэзии. Большое тебе спасибо, спасибо, что напомнил про день рождения Вячеслава Шумборской. Второе июля. Тоже такое, да, замечательно, что мы именно в этот день как-то отмечаем этот праздник ее стихотворением благодаря тебе. Ну что же, друзья, на самом деле никаких вопросов особенно я не вижу. Ну, прекрасно, значит, стихи заставили заставить. Я вижу комментарий, что героиня желтой прессы это незабываемо, вот это я вижу. Спасибо. да, но как таковых вопросов собственно нет, но нас смотрели и смотрят, и надеюсь, еще гораздо большее количество зрителей посмотрят наш онлайн уже постфактум, вот, как это обычно и бывает. Ну что же, Игорь, огромное тебе спасибо. Спасибо, спасибо, Настя, спасибо вам. Это не последний наш с тобой совместный проект Культурного центра. с твоим участием, я уверена, что не последний, особенно теперь, когда границы скоро откроются. Потихоньку открываются, да, очень хорошо. Да, и мы уже можем планировать какие-то вещи на будущее и надеюсь, что, конечно, как ты и сказал, антология детской поэзии, польской поэзии для детей мы приложим к этому все усилия. Она действительно выйдет, да, мы будем стараться это осуществить, тем более, что она у нас готова, у тебя, да, есть, да, у нас, она есть, материал готов, да, и надеемся, что нам удастся, удастся этот проект осуществить. Ну что же, тогда желаем вам приятного вечера, отмечайте день рождения Веслава Шумборской, читайте стихи, будьте счастливы, будьте счастливы, да, проводите больше времени с детьми и с нами, с Польским культурным центром. Спасибо, друзья. Всем привет, огромное спасибо, Игорь. Салют, привет из Варшавы. Спасибо.